Большинство людей не осознают опасности жира на животе. Увидев толстяка, пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха сказал, если бы у вас не было жира на животе, было бы лучше для вас. Переедание не сопровождается хорошим здоровьем. Жир на животе, также известный как висцеральный жир обволакивает органы брюшной полости человека, такие как печень, кишечник и поджелудочная железа. Увеличенный жир в этих областях может нарушать их регулярные функции. Жир на животе метаболически активен и связан с рядом заболеваний. Высокое содержание висцерального жира выделяет в организм большое количество токсичных химических веществ, что приводит к воспалению. Также избыточный жир на животе может привести к повышению артериального давления и уровня сахара в крови. Кроме того, он также повышает уровень триглицеридов и снижает уровень полезного холестерина. Недавнее исследование более 15 тысяч человек показало, что люди с высоким содержанием жира на животе более восприимчивы к сердечно-сосудистым заболеваниям, болезням сердца. Избыточный висцеральный жир также вызывает у человека склонность к развитию резистентности к инсулину, что в свою очередь может привести к диабету второго типа. Риск рака также повышается, когда у человека высокий уровень абдоминального жира. Исследование показало, что у женщин в постменопаузе, который набирает висцеральный жир, жир на животе, наблюдается колоректальный рак. Исследование обнаружило связь между наличием как общего жирового фонда всего тела, так и в частности жира на животе и повышенным риском рака молочной железы. Когда женщины в исследовании потеряли в весе около 6 кг в среднем, изменения в биомаркерах рака молочной железы показали снижение риска заболевания. Нездоровое количество висцерального жира также может уменьшить объем мозга и увеличить риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Риск развития деменции возрастает в 3 раза чаще у людей с высоким уровнем абдоминального ожирения по сравнению с тем, у кого этого жира меньше. Контроль вашего потребления калорий может помочь уменьшить жировые отложения и связанные с ними риски. Употребление натуральных фруктов и овощей, которые были созданы на земле нашим творцом, всегда будет лучшим источником питания для наших тел. Добавляйте в ваш рацион только те продукты, которые, как вы уверены, не причинят вред вашему организму. Мы советуем всем избегать полуфабрикатов и предварительно обработанных продуктов, но если у вас нет абсолютно никакого выбора, то всегда внимательно смотрите на ингредиенты и количество калорий, содержащихся в продукте. Если вы не знаете, что за ингредиенты содержатся в вашем продукте питания, то не употребляйте его. Искусственные подсластители, такие как аспартам, не только связаны с ростом жировых отложений, но еще и с более серьезными заболеваниями, такими как рак, инсульты, депрессия, тревожность, сильные головные боли и рассеянный склероз. Большинство искусственных подсластителей, обнаруженных сегодня в пищевых продуктах, очень вредны, особенно для детей. Поэтому мы рекомендуем потребление только натуральных ингредиентов. Помните, что у вашего тела есть права на вас, и ваша ответственность заботится о своем теле. Если вы родитель, тогда эта ответственность становится еще больше, так как ваши дети полагаются на то, что вы принимаете решение за них. Стресс также является еще одним фактором, который может способствовать увеличению веса. Гормон стресса кортизол положительно коррелирует с приростом висцерального жира. Таким образом, лучшие способы управления стрессом, такие как ежедневные молитвы и медитация, также могут способствовать снижению абдоминального жира. Исследование показало, что люди, которые спят 5 или меньше часов в сутки, также более склонны к увеличению веса. Поэтому, чтобы оставаться здоровыми, постарайтесь выделять на сон как минимум 7 часов. Было доказано, что у тех, кто уже набрал вес, интенсивные физические упражнения и сбалансированная здоровая диета значительно снижает уровень висцерального жира. Румар ибнуль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, поощрял упражнения и не любил ожирение. Он сказал следующее. «О люди, остерегайтесь переедания, потому что это делает вас ленивыми в вашей молитве. Это делает ваше тело слабым и делает вас нездоровыми, и Аллах не любит тучных. Вы должны быть скромны в вашей пище, потому что это ближе к праведности и дальше от излишеств. Это сделает вас сильнее в поклонении Аллаху, и вы погибнете, когда ваши желания станут для вас более дорогими, нежели Аллах или ваша религия». Умар ибнул-Хаттаб